Сначала заходить в вольеры немного страшно. Кажется, что вот еще немного и собаки вырвутся из клетки. Но такое ощущение длится до первого близкого знакомства. В штате 8 четвероногих сотрудников, представители трех различных пород. Бельгийская овчарка, немецкая овчарка и ротвеллер. Вот, например, Драстик. Он ветеран, проработал в полиции более пяти лет. Специализируется на наркотических средствах и скоро пойдет на пенсию, как настоящий сотрудник полиции. Тобольской кинологической службе в этом году 6 лет четвероногий штат завоевал почет и уважение в коллективе отдела полиции. Мы довольно часто выезжаем на преступления. Что касается этого года, на данный момент у нас с использованием служебных собак раскрыто уже 17 преступлений. Это кражи, преступления по наркотикам. Также за прошлый год, за весь год, получается, всего с помощью служебных собак было раскрыто 36 преступлений. Для того, чтобы собачка начала искать, ну, положим, моя собачка начала искать наркотические средства, ее нужно обучить общему курсу дрессировки. То есть без общего курса дрессировки собака не допускается к специальному курсу дрессировки. В общий курс дрессировки входят такие команды, как сидеть, лежать, рядом. А в специальный курс это уже вводятся запахи постепенно и потом уже применяется на реальных выездах. Как у любого штатного сотрудника, у Хвостатого есть личное дело с фотографией, характеристикой и определенным направлением в работе, который присваивается им щенячьего возраста. Смотрят уже в щенячьем возрасте, то есть смотрят на их качество, как они себя ведут. Также очень важную роль играет состояние здоровья. У нас служат только здоровые собаки, то есть чтобы не было никаких проблем в плане здоровья. Далее идет просто отбор. В день кинолога в гости к служебным собакам пришли девчонки и мальчишки из отрядов мэра. Хвостатые с удовольствием продемонстрировали свои профессиональные навыки. Задержание вооруженного преступника, поиск взрывчатки и наркотиков. Задачами собаки справились на ура, а в качестве бонуса даже нашли пару одинокому башмаку. Это было очень интересно. Мы просто много узнали про собак, как их тут тренируют. Это было очень интересно смотреть, как они вживую это все делают, как преступника ловят. Это очень захватывающе. Несмотря на серьезные задачи, которые ежедневно выполняют кинологи со своими подопечными, нрав у служебно-розыскных собак доброжелательный. Они любят детей и с удовольствием фотографируются с гостями. Большой наградой считают лакомство от кинолога или возможность поиграть с любимой игрушкой. Но все это в редкие часы отдыха. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время.